Друзья, всем привет! Привет всем пользователям автомобильного портала Дром.ру! И прямо сейчас мы находимся на территории Московского государственного университета. А приехали мы сюда для того, чтобы записать новую серию проекта, что люди говорят о своих автомобилях. И прямо сейчас вы узнаете, что же расскажет нам владелец Porsche Cayenne 2011 года, что нам скажет владелец Audi A6 пробегом свыше 150 тысяч километров. И, конечно же, послушаем владельца Mazda 6 Universal 2007 года. У каждого из них будет всего лишь 8 минут для того, чтобы дать полный отзыв на свой автомобиль. И их время начинается прямо сейчас. Поехали! Одно время я был известен как Mazda Drorcher. Значит, что значит я вам приведу владельца Mazda? Друзья, встречайте, Антоха, 31 год, Mazda 6 у него, универсальчик, довольно-таки редкий зверь. Антоха, расскажи, когда купил, с каким пробегом, почему она? Купил полтора года назад, с пробегом я купил 198 тысяч. Почему она? Потому что я занимаюсь таким небольшим бизнесом, и мне очень часто приходится возить большие грузы. Ну, как грузы, принтеры, оргтехнику. Постоянно ее гружу, мне нужен был именно большой багажник. Почему именно Mazda? Потому что это уже у меня получается третья Mazda. Ну, я уже привык к тому, что моторы, уже знаю, как это все работает. Скажем так, лояльный клиент. Поездил, проблем не было, и поэтому потихонечку, потихонечку продолжаешь смазывать. 2007 год автомобиль, на самом деле это же сложно. То есть, крутануть пробег здесь запросто. Как искал автомобиль? Обращался кому-то? Я обращался, у меня есть друг, который очень хорошо разбирается, во-первых, в кузовщине, ну и вообще во всем автомобилях. Он сам занимается ремонтами там и так далее. Он мне всегда, все машины всегда мне практически подбирал. Я к нему обратился, но получилось очень странно в Москве. Мы как-то приехали, сразу же пришли к адекватному хозяину. Он вдруг посмотрел, сказал, что все отлично. Все пролазил, везде все просмотрел. Ну, я и купил сразу, даже не особо. ДТП никакие значимых по автомобилю не было? Значимых не было. Вот что было? Предыдущий хозяин сказал мне, что бил вот этот угол, красился крыло, капот, уже я бампера. Тут бампер сломал, но это в Москве обычное дело. Мне три раза за последние полгода приехали в задний бампер. Слушай, за сколько купил машину? 350. Как давно ты ее купил? Полтора года назад. Сколько ты на ней уже проехал? 40 тысяч. 40 тысяч? Вложил ли ты что-то в этот автомобиль? Очень много. Ну, как, не очень много, но я просто сторонник того, мне главное, чтобы машина вообще не вставала. Потому что если у меня какие-то проблемы начинаются, если мне надо ехать в сервис, то она стоит, у меня как бы денег теряется в два раза больше, потому что она возит постоянно, что-то возит. Короче, рабочая лошадка. Она зарабатывает деньги, да, она реально зарабатывает деньги. Это основной инструмент практически. Я стараюсь все менять сразу и стараюсь оригинал ставить. Ну, ты можешь в круг сказать, да, вот что сделал и сколько по деньгам на это ушло? Я тебе могу сказать прям точно до копейки, сколько ушло денег вместе с бензином. Ну, давай. 522 тысячи. За полтора года. За полтора года. И проехал ты? 40-45, вот я точно не помню, надо сейчас посмотреть на одометре. Могу сказать то, что это 100% оригинальный пробег. Сразу же, когда купил, я ее загнал, мне поменяли все, что можно было, там все, что подходило, не подходило, уже цепь поменяли. Несколько сняли, когда ее цепь сказали, что она бы еще полтинник проходила примерно. И сказали, что ее еще не меняли, то есть она оригинальная, как раз примерно около 200 она ее обычно меняет. То есть получилось то, что примерно пробег вот один в один. То есть, ну и так по состоянию, в общем, видно, что пробег оригинальный. Какой мотор здесь стоит? Двухлитровый. Двухлитровая коробка автоматическая. Скажи, пожалуйста, вот честно, сколько у нее получается расход сейчас в городе, за городом? Я езжу исключительно по Москве. В пробках стою постоянно. Все вот это вот, вся прелесть московской жизни, такая в кавычках, это прям вот моя участь. 11,8 у меня расход в таком режиме. Зимой у меня выходило 13, это прям максимум. Ну это вообще прям просто стоял. Сейчас вот 11,8. По эксплуатации, в силу того, что универсальчик, как тебе вообще автомобиль в целом? Вот многих интересует, как она себя ведет на трассе, в городе. Вот все равно какой-то отзыв дай на автомобиль по управляемости. Жесткая подвеска, не жесткая. Мазда славится своей управляемостью. Она очень послушная, очень управляется хорошо. По трассе прям вот отлично ездит. Особенно вот если когда такие колеса большие, она прям как каток вот просто ездишь, главное, чтобы дорога нормальная была. Ну жестковатая, конечно. По шумоизоляции? Нулевая вообще. У меня там между Маздами и ТАЗы промелькивали. Даже после ТАЗа я сказал, что шумно. Вот ты как владелец предыдущих автомобилей Мазды, скажи, пожалуйста, вот прям вот какие-то плюсы по автомобилю, которые прям тебе прям очень сильно нравятся, ради чего ты ее даже покупал, и какие-то минусы нам нужны по автомобилю? Дешевая. Дешевая, раз. Ну вот сейчас вот если покупать. Очень вместительная. Два. Достаточно шустрая. Три. Я считаю все-таки, что надежная. Хоть я и вкладывал деньги, но я считаю, что надежная. Вот будь добр, кратенько прямо, а вот вкладывал какой-то серьезный ремонт, что было? То есть с коробкой были проблемы? С коробкой нет. С двигателем? Нет. Что было? По подвеске получается перетряхивал? Подвеску заднюю перетряхнули. Ну вот в эту сумму, которую я сказал, туда вошли колеса 18-е с резиной. Зимняя резина новая. Тут тоже резина новая. Сзади все поставили рычаги, поменяли. Поменяли справа какие-то рычаги, я, честно говоря, не помню. Я там особо не вникал. Но то, что я знаю, что там они стоят оригинальные. Масло я каждые 7 тысяч меняю. Вот. Ну вот такие вот вещи. Я что хочу сказать, то что здесь есть одна такая проблема. У всех вот этих машин, которые на автомате, у них радиатор очень слабый. Тасол, он начинает течь и смешивается антифриз с маслом коробки. Вот это главное не допустить, потому что это будет беда. И я вот каждый, я знал про это, и как раз он к двухслам обычно подходит, этот радиатор. Я за каждый день посмотрел под машину, ждал, когда это произойдет. Первые капли появились, я сразу на эвакуатор отвез в сервис, мне его поменяли. Но это было как бы, не попало ничего в коробку. Но это было как раз вот, ну, одна из таких дорогих. Я купил самый дорогой радиатор, как его там мне посоветовали. Он, ну, там исключена эта проблема. Вот нам радиатор стоил, все на меня там говорили, ой, ты чего такие деньги. 12 тысяч радиатор стоил. Ну, плюс замена, плюс антифриз. Это еще недорого? Ну, в принципе, да. Ну, конечно, для Мазды, да. Китайская прям совсем дешевая. Можно за 2 тысячи купить, а можно вот за 12. Я так заморочился, чтобы потом не думалось просто. Минусы по автомобилю? Расход, я считаю, что это большой. Ну, конечно, краска, вот это красное покрытие, то, что вот все, оно идет. Но у меня почему-то очень странно, она не цветет. Вот, все вот эти Мазды славятся тем, что они гниют пипец как. И седаны, они все ржавые. Если так посмотреть по улицам, они там живого места нет. Владея этим автомобилем сегодня, на что смотришь в дальнейшем? То есть, есть какие-то мысли, на что бы хотел поменять, к чему стремишься? Если головой покупать машину, то, конечно, там, ЦИКС-5 хотел бы. Если так вот, я бы хотел немцев попробовать, я бы хотел какой-нибудь F10 или что-нибудь в этом роде. Ну, естественно. Естественно, я даже, типа, в Инстаграме скидывал как-то картинку, мне очень понравился. Это универсал F10. Это прям бомба. Вот, кстати, первый универсал, и после них мне прям нравится универсал. Не знаю, почему после этой машины. В силу того, что автомобиль 2007 года, ну, чувствуется все равно, здесь у тебя бамперочек не встает до конца. То есть, нужно его, да, подлатать спереди, маленько разбитый. Но ты сказал важную вещь, что для тебя автомобиль, в первую очередь, это рабочая лошадка. Вот с точки зрения твоей работы, то есть, он тебя всем сейчас устраивает. То есть, нет такого момента, что ты загружаешь какой-нибудь принтер, а он не помещается. Нужно бы побольше багажника. Или пока что с твоим объемом, с твоими задачами все нормально? Да, абсолютно. С моими задачами он справляется сейчас на... На дальнее расстояние ездил на автомобиле? Ездил, конечно. Мне чем нравится еще Mazda, то, что у них вообще практически во всех комплектациях есть все, что надо, ну, для такого безопасного вождения. То есть, стабилизация, это отличная вещь. Я очень всегда ее хвалю. Вот, особенно на длинных, больших машинах. Я тебя понял. Антох, ну, давай теперь поставим оценочку твоему автомобилю по пятибалльной шкале, вот то, что ты его купил, за надежность, за управляемость, за комфорт. Какую бы оценку ты поставил этому автомобилю с учетом твоей истории с ним? Четыре, потому что, ну, дороговатые запчасти, ну, и большеватый расход. Ну, и коробка автомат, она, ну, туповатая, она старая вот эта вот еще. Спасибо тебе огромное за твой отзыв. Я думаю, кому-то он будет полезен. Друзья, а мы с вами идем потихонечку дальше. Это Александр, Саша, 30 лет, автомобиль у него Audi A6. Саня, здорово тебе. Приветствую. Спасибо, что приехал. Ну, рассказывай, что у нас тут за зверь такой, какой год, какой пробег. Ну, машина 2010 года, мотор 2,8, 220 лошадиных сил. Бензин. Бензиновый, да. Сейчас, на данный момент, 155 тысяч. Расскажи, пожалуйста, как у тебя эта машина оказалась? Из чего-то ты, может, выбирал, смотрел, за сколько купил, вот историю автомобиля. Правдословный, если это можно так назвать, мне он перешел от брата. Машина находилась всегда в семье. То есть, первым владельцем автомобиля был твой брат? Он упал новым? Да. Какой пробег здесь был примерно? Когда забирал, было 105 тысяч, там, с копейками. По машине были какие-то ДТП, повреждения? Сильных повреждений никаких не было. Красились бампера, притирали несколько раз передний, задний. И косметически красил заднее правое крыло. Много, скажем так, женщин за рулем, которые могут в пробке притереть бампер. Ну, понятно. В общем, житейские ситуации. Слушай, ты когда ее забрал, с каким пробегом, напомню? 105 тысяч. Сколько ты проехал на автомобиль на это? Сейчас уже около 50 тысяч я проехал за пару лет. До этого у меня был американец Ford Focus, второй рестайлинговый. К качеству пластика, к качеству сборки, настолько она до ума доведена, что... Шумоизоляция. Шумоизоляция, да, отличная. На дальнее расстояние ездил на машине? Да, ездил в Липецк, ну и вообще в дальние города. По трассе ехать одно удовольствие. У нас автомобиль с полным приводом? Полный привод, да. Слушай, вот многих интересует вообще эксплуатация в целом, как летом, как зимой. То есть, какие-то, может быть, ты куда-то выезжал на проселочную дорогу по клиренсу. Вот клиренс у автомобиля достаточно хороший. По проходимости полный привод, на самом деле, дает большое преимущество зимой. Но автомобилем в целом доволен. Ну, в любом случае, интересно, вот он тебе же не подарил машину. За какую сумму ты забрал этот автомобиль? Я покупал автомобиль у брата за 850 тысяч. До, скажем, покупки брат привел полностью автомобиль 100% хорошее состояние. Делал все ТО, то есть, я забирал уже машину, сел, как говорится, и поехал. Не прикидывал вообще по деньгам, сколько тебе обошлось потом еще в процессе владения вложиться в машину? ТО системные, которые, да, каждые там 10 тысяч километров. Сколько цена обходит этого ТО? Первый раз мне пришлось чуть дороже делать, так как я менял масло в коробке. В среднем ТО мне обходят сейчас на автомобиль с оригинальными запчастями 12,5 тысяч. Масло в коробке я менял и, скажем, делал полностью ТО, мне обошлось 24 тысячи. Ну, а на повседневную жизнь сейчас что получается? Только заправляешь бензином и катаешься? Ну, на данный момент да. Больше, скажем так, я в автомобиль не вкладываю. Ну, периодически, заезжая в сервис, проверяю, так как автомобиль очень чувствительный. И если что-то одно вылетает, и ты, скажем, не усмотрел, то может быть, скажем так, цепочка. Короче, следить за машиной нужно не просто как там с каким-нибудь японцем, а вот попристальней. Да, попристальней, потому что машина все-таки такая чувствительная, и немцы сборки, они такие достаточно... Ну, и стоит не забывать, что 2010 год, как-никак. Да. Вопрос надежности, поломки. Вот за этот автомобиль многие пишут в интернете, особенно вторичка, там, когда 10 лет автомобилю, блин, купил. Есть, конечно же, те, кто прям хвалят автомобиль. Есть те, у кого это сыпется по полной программе. Расскажи, как у тебя, что было с автомобилем из крупного ремонта? Возможно, что-то у тебя сейчас случится, там, в ближайшее время, если ты следишь за автомобилем. Есть какие-то предпосылы? Предпосылов, как таковых, замечено не было. Недавно заезжал на сервис, но вот из последнего, что, наверное, выявилось, это потек амортизатор. То есть, ты держишь руку на капот сейчас не просто, а на красавчике, а для того, чтобы ты пальцы здесь не защитнил, да? Так, что у нас по расходу, по-реальному? Расход по городу в среднем где-то 15-17 выходит. По трассе, конечно, мало. По трассе одно удовольствие ездить на машине. Но мало это сколько? Мало это от 10 до 12 литров. Заправляешь каким бензином? Ты исключительно не меньше 95-го. То есть, самым простым 95-го, потому что 92-ю сито лить уже не нужно. Ну да. Понятно. Хочу внести краткую ясность. Александр, это брат Андрея. Кто такой Андрей, спросишь ты. Андрей, это тот самый человек, который в первой серии участвовал на BMW X1. Вот именно он продал автомобиль брату. Друзья, давайте сейчас прям на секундочку пригласим Андрея, чтобы он нам по-быстренькому перечислил, сколько денег он вложил в этот автомобиль. Где-то на 20-25 тысячах поменяли все топливные форсунки. На новом автомобиле? Да, на новом автомобиле поменяли, потому что вышла одна форсунка из строя с помощью ультразвука. Не удалось, скажем так, привести ее в чувство. И по гарантии была замена всех форсунок. Не по гарантии. На 100 тысячах понадобилась замена всех передних рычагов. Нижний и верхний менял на хороший заменитель оригинала. Два года назад обошлось это около 30 тысяч рублей. И сейчас все нормально? Сейчас все нормально, да. Не помню на каком пробеге меняли подушку подрамника. Она вытекла, собственно говоря. По цене сколько она? По цене не сориентирую, потому что это тоже достаточно давно было. Несколько раз пришлось поменять подшипники ступиц. Ну и по большому счету все. То есть задняя подвеска полностью в оригинале. Пробег на данный момент там 155 тысяч, как сказал брат. Что тебе прям в ней нравится в этой машине? Есть прям то, от чего ты прям кайфуешь? Ну кайфую на самом деле от элементов, которые как собран автомобиль. То есть это и по качеству пластика он достаточно плотный. Деревянные торпеды, что тоже, да, не нравится. Интерьер нравится тебе сам по себе? Да, интерьер интересно собран. Но в силу того, что ты пересел с форда, то есть вот эта вот часть, допустим, тебя не смущает. Несмотря на то, что вот я смотрю на нее, ну старушащая. Прям вообще все, вчерашний, не то чтобы вчерашний день, вчерашние десятилетия. То есть тебе уже пофигу. Нет, на самом деле я, скажем, стараюсь идти в ногу со временем. Конечно, если брать автомобили, скажем, последнего какого-то пула в сегодняшнем годе, то, конечно, уже в торпеде есть некие недостатки времени. Вот, и хотелось бы, скажем, ее улучшить, да, как есть панельки выезжающие. И все-таки надо понимать, что это автомобиль десятого года. И для десятого года это вполне... И для 850 тысяч рублей это тоже важно. Да. Но ты в любом случае же посмотришь на какие-то другие автомобили. Есть то, что тебе нравится? То, что ты рассматривал бы вот в пределах разумного, да, в пределах возможностей твоей на замену этому автомобилю? Или пока в ближайшее время нафиг ничего не нужно, только Audi? В ближайшем будущем должен стать отцом, и на сегодняшний день рассматриваю автомобили в виде джипа, и мне нравится на сегодняшний день этой X5. Но ты не боишься немцев вторичных покупать? Если подойти к этому очень исполнительно и проверить автомобиль достаточно серьезно, то автомобиль не должен впоследствии, на мой взгляд, вызвать какие-то проблемы, и это, скажем, будет наказываться рублем. То есть, если все это делать грамотно, со специалистами, а не на, скажем, свое усмотрение, то немец вполне себе годный автомобиль. Друзья, посмотрите, пожалуйста, вот подойди поближе. Чистенько в машинке, да, вот всегда приятно так вот наблюдать картину, когда раз открываешь, а у людей, видишь, корзиночки, все разложено. У некоторых прямо вот так все насыпал и поехал. Здесь же видно, что за автомобилем ухаживают, и это большой показатель. Вот я от себя просто добавлю. Почему люди не боятся немцев? Берут, ухаживают, следят за машиной. В таком случае вопросов особо нет. Если бы вернуть время назад, вот 850 тысяч, покупать машину брата, купил бы ее еще раз, или же пошел бы смотреть что-то другое? Да, однозначно, я бы взял бы снова бы этот автомобиль. По пятибалльной шкале, вот за надежность, за управляемость, вот общую оценку, какую бы ты поставил этой машине? Пятерку. Пятерку. Несмотря на то, что были поломки, что даже на уже на первом этапе, там на 20-25 тысячах все равно ты ставишь пятерку. Да, ставлю пятерку, все-таки машина делалась, скажем, в сегменте премиум класса. Я понял. Александр, спасибо тебе огромное, что дал кратенький отзыв на свой автомобиль. Друзья, делайте выводы сами. Мы дали слово человеку, как есть, вот как он видит машину, так он и рассказал. Он ей поставил пятерку. Возможно, вы с этим не согласитесь, скажете, нахваливают. Пишите ваше мнение в комментарии. А мы продолжаем. Кто бы из нас не хотел иметь себе крутую тачку? Я думаю, многие из нас хотели бы иметь крутую тачку, но имеет ее Денис. 27 лет, Porsche Cayenne. Дэн, здорово. Привет. Почему Porsche? Почему вторичный рынок? Ну, первая причина, почему Porsche захотелось приобщиться, скажем так, к легендарной марке, почувствовать себя владельцем Porsche. Говорят, что Porsche это немецкий Lexus в плане надежности. Просто немногие об этом знают, что Porsche достаточно надежная марка. Несмотря на то, что принято считать, что немецкие машины не ломучие. Соответственно, надо в них много вкладывать и так далее. Почему вторичка? Да все просто. Хотелось максимально крутую тачку за максимально низкую цену. Машина 2011 года, ты приехал покупать ее, если не ошибаюсь, у официального дилера, ты второй владелец. Третий. Третий владелец. За сколько ты забрал ее машину и какой был у нее пробег? Забрал я ее за 1,950. Изначально ценник был свыше 2 миллионов, но были моменты, за которые можно было уцепиться при торге. Ну, собственно, что я и сделал. А что это за моменты такие? Во-первых, отсутствие резины, симптомы неисправности раздаточной коробки, про которую я позже расскажу. И этого вполне было достаточно, чтобы спокойно 200 тысяч скидать. 96 тысяч. Это реальный пробег? Это реальный пробег, потому что эта машина полностью обслуживалась у этого дилера, у которого я ее приобретал. Вся история от первого до последнего дня, до дня ее покупки там содержится. Это реальный пробег. Плюс машина на продленной гарантии. Если бы пробег был нереальный, на продленную гарантию бы она не встала, потому что очень достаточно щепетильно подходит к этому вопросу автопроизводитель. А до Porsche что было? F10 528 2013 года выпуск. Понравилась машина? Машина понравилась, но причина продажи стала наличие в ней только заднего привода. Я сэкономил денег в свое время и не взял экс-драйв, о чем впоследствии пожалел. Потому что зимой реально толкали всем двором ее. И не раз. Денис, в любом случае не бывает безупречных автомобилей, тем более 2011 год по любасу. С машиной что-то происходило, что-то ремонтировалось, возможно, до тебя. Расскажи историю, что знаешь, с чем сам столкнулся. Могу сказать, что с мотором никаких проблем не было. Один из самых надежных агрегатов, который только ставился на эту генерацию автомобилей Porsche Cayenne, это бензиновый 3.6, 300 сил, атмосферный, с чугунным блоком. То есть тут априори при правильном обслуживании, а правильное обслуживание сводится только к частой замене масла, никаких проблем быть с ним не может. Коробка здесь какая? Аисин, 8 ступеней, классический автомат. 300 сил, сколько налог? 45 тысяч в год. Не напрягает тебя вот эта цифра? Честно скажу, нет. Ну, потому что как бы взять Porsche с двигателем с мощностью до налога, все равно так или иначе налог платить на него придется. То есть если бы там вообще налог равен, был бы нулю, а здесь 45, тогда да. А там получается переплата 25 тысяч, ну там 17, грубо говоря, 25-27 тысяч переплата. При том, что этот мотор никаких вложений не требует, эти деньги, мне кажется, окупятся сполна. Какой расход реального мотора? При учете того, что я заправляю 98-м сотым, с ним расход немножко пониже, на литр, на полтора. В районе 12-13. Если наваливать на машине? Ну, 15. Сколько у него паспортный разгон, не помнишь? 7,6, по-моему. 7,6. Мне нравится динамик автомобиля? С места нет, ходом, да. Достаточно мощный, опять же, я понимаю, что это не суперзаряженная версия, это не турбо, не турбо-с. Но ходом едет неплохо, то есть на трассе мне вполне динамики хватает, чтобы обогнать там за один присед несколько фур разом. С места, конечно, он тянет не очень хорошо, но я привык. Денис, если мне не изменяет память, то у тебя и среди друзей есть Porsche, то есть ты, в принципе, с автомобилем был знаком, в любом случае читал какие-то отзывы, собирал информацию. Какие слабые места есть на автомобиле и с чем, собственно, ты столкнулся? Проблем априори по технической части никаких нет, именно массовых. Единственная проблема, это хелесовая пята Каенов бензиновым мотором, да и с дизелью, наверное, тоже раздаточная коробка. Так. Она, бывало даже так, были случаи, когда выходила из строя владельцев на пробеге 40, 50 тысяч, 60 и так далее. Меня эта проблема тоже стороной не обошла, но мне ее поменяли по гарантии. Цена раздаточной коробки в районе 200 тысяч, а, соответственно, официально, опять же, официально, по заверению дилера, ремкомплект никакой не предполагается на нее, продается она только в сборе. Слушай, сколько в год ты примерно проезжаешь на автомобиле? Ну, в районе 15-20 тысяч. То есть не так много? Для меня машина, это не рабочая лошадь, а скорее такой инструмент получения удовольствия. Но ты ездишь на ней на работу? На работу нет. Я на работу хожу пешком. А, ты живешь рядом с работой? Да, я живу рядом с работой, а когда надо в течение рабочего дня куда-то съездить, я предпочитаю метро, потому что, мне кажется, время это самый ценный ресурс, я его не применяю ни на что, даже на комфорт. Поменял ссадинблоки рычагов, два ссадинблока в передней подвеске, четыре ссадинблока в рычагах задней подвески, поменял ссадинблоки в тягах схождения задних колес. Вот, это что касается ходовой, больше в ходовую, в принципе, ничего не вкладывал. Тормоза. Когда я ее покупал, соответственно, накануне этого диски были заменены на науэ, и колодки, соответственно, тоже. То есть я пока с заменой дисков, колодок еще не столкнулся. Но, как бы, я уже порядок там знаю. Сколько? Ну, порядка, я думаю, сорока тысяч я уложу все в круг. Диски плюс колодки. А вот на первом этапе, то, что я обозначил, там ссадинблоками, сколько денег ушло? Я сразу заменил все жидкости. Заменил антифриз, тормозную жидкость. Большое ТО. Большое ТО, мосты, раздатку пытался спасти на тот момент, но она уже была мертва. Но я пытался малыми силами все-таки выправить ситуацию. Я отдал за это порядка, ну, так же, 45 тысяч примерно. Если мне не изменяет память, то первое, там, второе, третье ТО у официального дилера, это цифры какие-то космические. Пронят полтинника. Полтинника, а местами, когда колодочки, понимаете, там до сотки доходят. Да, все верно, все верно. Ссадинблоки мне назвали цену при покупке прямо заменить, чтобы я уже выехал на полностью исправный на тот момент машине. Мне назвали порядка 100 тысяч. 100 тысяч. Офигеть. Дэн, добавь цифр. Каска делал на машину? Каска делал, да. При покупке обошлось она мне в 50 тысяч рублей. Резина сколько тебе, Барсас, ты говоришь, покупал? Вот эта резина, которая сейчас стоит на нем, она была в момент покупки. Ее я не менял, она была в более-менее нормальном состоянии, я думаю, на сезон, ну, может, даже на два мне ее хватит. Я купил сразу зимние колеса. Покрышки. Покрышки, да. Сколько за покрышки отдал? 55 тысяч. Я взял новые, как бы, хорошие покрышки по кузову. Небольшие работы все-таки выполнялись. Они выполнялись преимущественно до меня. Красился передний бампер, задний бампер. С поправкой на то, что первым владельцем этого автомобиля была девушка. Так. В 19 лет. Я все это у дилера выяснил. И, в принципе, все эти... 19 лет. Да, и все эти недостатки, которые были, они мне стали объяснимы. Слушайте, ну, присаживайся в автомобиль, 2011 год, но это реально совсем другой уровень, да, друзья? Ну, посмотрите, вспомните ту же самую Ауди, там, вот 2010 года. Все понятно, там, автомобили попроще, подешевле, но здесь, блин, садишься, чувствуется роскошь, особенно цвет такой красивый. Отчего прям кайфуешь больше всего по интерьеру? Что тебе нравится? Кайфую от качества исполнения. Очень качественные материалы, очень хорошая подгонка элементов салона. Глюков по электронике никаких не замечено? Нет, нет, абсолютно нет. По управляемости, как автомобиль? Вот в эксплуатации, например, в зимнее время, летом на трассу куда-то уезжал, на проселочную дорогу, как дорогу держит? На мой взгляд, автомобиль очень универсальный. Именно с теми колесами, которые сейчас стоят на нем, автомобиль может хорошо держать трассу на большой скорости. Также может быть и весьма комфортно на проселочной дороге, при учете того, что здесь стоит пневматическая подвеска, которая, ну, может настраиваться по высоте, и плюс стоят регулируемые амортизаторы. То есть, например, если на трассе надо как можно жестче зацепиться за покрытие, можно выставить там нормал спорт, и она будет жестче сбить. Соответственно, если дорога худшего качества, да, чем можно выставить режим комфорта, и машина станет такой, более валкой. То есть, поиграться здесь есть с чем, и все это работает, помогает, правильно? Да, но я, как правило, в режиме комфорт езжу, и не заморачиваюсь. Слушай, за пневму не боишься? Нет, за пневму не боюсь, потому что достаточно надежный узел. Уже автомобили не первый год ездят по этим дорогам, по нашим российским, и никаких проблем нет. Но в худшем случае компрессор выйдет из строя, там цена вопроса 25 тысяч, и дальше сноса ему нет. Сколько ты владеешь уже автомобилем? Получается 10 месяцев. 10 месяцев. И сколько ты проехал за это время? 12 тысяч. Денис, ну какие-то мелочи по-любому есть, вот что-то же тебя здесь должно напрягать. Садишься, может быть, к чему-то придраться, но аж фара уже не так светит, либо еще что-то. Честно скажу, да, достаточно слепые фары. Ксенон. Просто ксенон, да. Ну, в силу этого... По-моему, в те годы, я могу ошибаться, но диодные фары не ставились, они начали ставиться то ли с 13, то ли с 14 года. На небольшой скорости машина, он, как это называется, козлит. Несмотря на то, что большой профиль покрышек, все равно на скорости от 20 до 60 км в час чувствуется вибрация. На колесах большего радиуса она ощутима еще больше. Я хотел на лето поставить 21 колеса, примерил, прокатился, но был не готов поступиться комфортом в угоду красоты. Как бы для меня все-таки комфорт, он превыше. Есть какие-то уже такие наметки на будущее, вот не задумывался, вот если не Каен, то что будешь хотеть там в дальнейшем? Ну, я уже хочу, скажем так, отъездив на этой машине меньше года, я уже присматриваюсь на следующий автомобиль. Это рейндж-ровер последней генерации, дорестайлинговый. Спорт? Нет, именно не спорт, а Vogue или в идеале, если это автобиография. Но, честно скажу, он отсчитался весьма противоречивых отзывов, просто боюсь. Дэн, слушай, ты сам отмечаешь этот момент, то, что наверняка людям будет интересно, чем нужно заниматься, где нужно работать, чтобы зарабатывать и мощь содержать такой автомобиль. Можешь поделиться секретом успеха своего? Да секрета успеха нет как такового, надо просто много работать. Я юрист, работаю в достаточно крупной российской компании, плюс занимаюсь дополнительной частной практикой. Машина у тебя реально очень чистая, прям садишься, пахнет приятно, все чистенько, коврики. То есть, друзья, на самом деле, посмотришь на тачку, можно было бы смело написать, что пробег, там, я не знаю, тысяч 40-50, и как бы она бы по состоянию соответствовала именно внутри автомобиля. Но это качественный материал, на самом деле, еще дают такой эффект, потому что они достаточно износостойкие, и если правильно ухаживать за этой кожей, то она действительно будет даже на пробеге 150-200 тысяч, я думаю, выглядеть плюс-минус так же. А здесь особо ничего не вожу. Я тебя понял, Дэн, ну давай поставим оценочку твоему автомобилю по пятибалльной шкале, по надежности, по расходу, по содержанию, вообще вот за все, вот реально, что бы ты ей воткнул? Ну, наверное, четыре с половиной. Ну что же, друзья, это был Денис, и это был Порше КМ, спасибо тебе огромное за твой отзыв, я надеюсь, кому-то из вас он будет полезен. Ну что, друзья, вот такой получилась эта серия, если вдруг у кого-то из вас есть автомобиль, который был сегодня, скажем так, на тесте, и вы с чем-то не согласны, либо же владелец сказал слишком мало про него информации, дополните это в комментарии. Если вы хотите принять участие, рассказать про свой автомобиль, прямо сейчас на экране вы видите электронную почту, на которую вы можете кратко написать год автомобиля, пробег его, с какими поломками вы сталкивались, чтобы я примерно понимал, о чем у нас с вами пойдет диалог. Все те, кто писали туда письма ранее, не переживайте, я все получил, я все читаю, писем пришло действительно очень много. Обязательно подпишитесь на инстаграм нашего канала, ведь там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, в этот раз не нужно ставить дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии, мы будем продолжать, мы будем стараться делать лучше и качественнее в дальнейшем. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока-пока.